Здравствуйте, Ольга, Индепенденс Масс Медиа, Максим Касьянов. Скажите, пожалуйста, вы, насколько я знаю, подписывали обращение к президенту по поводу событий с Киевскими событиями? То есть, да, вы член этой группы или что это, это движение? Да, действительно, подписывала это обращение, я вхожу в эту группу. Ну, моя позиция такая, что сейчас, к сожалению, у нас очень заангажированы наши масс-медиа. И, ну, людей, вернее, часто вводят в заблуждении, к сожалению. И когда начинаешь просто разбираться в ситуации, то понимаешь, что всё гораздо сложнее, всё... Не так просто всё, да? Не так, да, как нам преподносят в средствах массовой информации. Ну, я не хочу, конечно, останавливаться именно на каких-то телеканалах. Ну, вы считаете, что СМИ, в общем, дают усечённую информацию по какому-то конкретному событию? И, ну, как бы, начинают обвинять людей в том, что они экономически, ну, не делали. И, в общем-то, преподносят это всё. Скажите, а ваша позиция по событиям 18-го числа в Киеве, да, вот, ну, о которых мы говорим? Мы говорим о, там, акции, там, «Вставая Украина», да, то есть о том, что было... По сообщениям некоторых СМИ сообщалось, что якобы, то есть, гражданин Тиушка напал на журналистов, вот, побил их, угрожал им, я так понимаю, препятствовал им всячески их деятельности журналистской. То есть, вы считаете, что было что-то не так, то есть, что-то, то есть, ну, в чём, как бы вы, с чем вы не согласны с позицией? Ну, я не согласна с тем, что, ну, в общем-то, когда я посмотрела вот видео, я поняла, что, наоборот, журналисты, к сожалению, провоцировали ребят. А чем провоцировали? Ну, скажем так, нецензурными выражениями. То есть, оскорбляли их, наверное, да? Оскорбляли, и я хоть сама там и не присутствовала, но просто как человек неравнодушный к тому, что у нас происходит в нашей стране, я просто стала разбираться, хотя я не принадлежу никаким политическим фактам, я вообще человек для людей в политике. Ой, извините, а там написано было вот в подписном листе, что вы общественник, то есть, вы какой-то общественной деятельностью занимаетесь? Ну, вообще-то, как бы, нет, ну, не совсем так. Вот, ну, как бы, общественной деятельностью я такой публичной не занимаюсь, просто когда я с этим столкнулась... Просто неравнодушный гражданин, да? Да, я, да, действительно неравнодушный человек. Понятно. Я стала сначала общаться с людьми ВКонтакте, вот, вышла на, ну, в общем, подругу Вадима Титушка, вот, и мы с ней стали, ну, в личной переписке переписываться, ну, и я просто поняла, что, в принципе, Вадим, он нормальный человек, и всё, что произошло с ним, это просто, ну, недоразумение. Вот, и ВКонтакте, там тоже есть группы открытые, вот, где можно выражать своё мнение. Скажите, а по вашему мнению, как происходили события, то есть, ну, вот, ваш взгляд, то есть, ваше мнение, что же там произошло? Как вы, как вы считаете, ваше мнение? Это, ну, моё мнение такое, что... Я не считаю, что всё, что там произошло, это... Именно, как бы, дело... Всё-таки, ну, по-вашему, произошло 18-го, то есть, как, 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 как вы считаете, что, что там было, да? Ну, моё мнение такое, что всё-таки это была провокация, может быть, конечно, не настолько спланированная... А с чьей стороны? Ну, провокация, вот, со стороны журналистов, чтобы сделать какую-то сенсацию, ну, сделать, наверное, там, пиар, поднять рейтинги... Ну, понятно. Ну, возможно, и какие-то финансовые, там, или интересованности, может быть, но я, как бы, тоже не хочу приклеивать на людей ярлыки, чтобы они, там, вот, такие все продажные... Ну, понятно. Вот, ну, мне кажется, вот, моё личное мнение, что всё-таки ребят спровоцировали, в первую очередь... То есть, а вы считаете, что сам Вадим, он не бил никого? Ну, по крайней мере, то, что я видела, вот, в интернете, я так поняла, что, ну, как бы, было крепление перед камерой, ну, не более того. Вот. Ну, именно сами браки... А вот, слышали, может быть, вы обвинение о том, что его видели в числе рейдеров, так называемых, в доме Нины Москаленко, то есть, учительницы киевской, у которой отбирали дом? Ну, дело в том, что я тоже не могу говорить... Или, может быть, это была провокация Москаленко по отношению к киевушкам? Нет. Вы знаете, я не могу... Или, может, СМИ перевирают, то есть, как бы, информацию? Да, по этому поводу сказать, потому что я его там не видела, и, опять-таки, ну, огульно верить тому, что пишут... Ну, понятно, если в одном месте врут, то не факт, что в другом не врут, да? Угу. Я понял. То есть, ну, а как вы считаете, как правильно должно быть, как должны происходить, ну, события вот, ну, вот сейчас? Вот, с судом и со всем остальным? Ну, я считаю, что вообще должны наши правоохранительные органы, в первую очередь, разобраться во всей этой ситуации, вот, непредвзято разобраться, вот. Вот, и если действительно, ну, вот, Вадим и другие ребята виноваты, я считаю, что их нужно, конечно, наказать, вот. Но я считаю, что также и за клевету, которую сейчас выливают в наших средствах массовой информации, нужно привлечь к ответственности и тех журналистов, и те издания, которые выливают... То есть, они должны нести ответственность за это, да? Да. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну, понятно по вот этим событиям, что, ну, то есть, суд разберется, кто был прав, кто там был виноват, а вы свою гражданскую позицию, в общем-то, озвучиваете, да, публично. Ну, есть там, я знаю, группа в Фейсбуке, там, в поддержку, то есть, а я просто не понял, почему, если, как бы, вы уверены в своей правоте, почему группа закрытая? Почему не сделать ее максимально доступной, открытой, ну, если, как бы, вы уверены, что дело ваше правое, ну, да? Ну, дело в том, что, вот, допустим, в Контакте там группа открыта, и там очень много людей, которые вообще, они очень далеки от происходящего, вот, ну, они туда заходят и сыпят оскорблениями, ну, я уже не говорю про то, что, про главного фигуранта дела, на Вадима, они просто сыпят грязь и обливают людей, которые выступают в его поддержку, вот, ну, то есть, это, конечно, не очень все приятно читать, и понимаешь, что... Понятно, а в Фейсбуке группа почему закрыта? Да, и поэтому, наверное, вот, администрация этой группы решила все-таки запомнить их, вот, и я тоже, как-то, в первый раз, буду ее вступить в эту группу, я не смогла туда вступить, потому что, ну, мне, как бы, ни да, ни нет не сказали, а где-то только через неделю, ну, только... То есть, я поняла, что администрация группы... Ну, отсматривает, кто, да... Да, проверяет, наверное, отсматривает, да, вот, что это за человек, какая-то позиция, а вот... Ну, может быть, да, может быть, это тоже не совсем правильно, но просто если бы у нас не было... Есть ваши порядки, ваша группа, ваши порядки, понятно, да. Не было такого вот накала, страстей в обществе, наверное, группа была бы открытой. Скажите, а вы, как бы, вот, ваша позиция, вы подписали, потому что считаете, что до решения суда нельзя называть, то есть, человека преступником и соблюдать, в общем, права в отношении, ну, конкретно гражданной, и либо потому что считаете, что он не виноват и, как бы, ну, наговорили лишнее? Наверное, первое, потому что я считаю, что нельзя называть человека преступником, если бы, пока не прошло. Ну, а вот вчера было событие, там, в Николаеве, там, два милиционера, а их обвиняют в изнасиловании, избиении девушки, то есть, там, в селе, там, человек 300 собралось вокруг суда с требованием, то есть, не выпускать их и так далее. Может быть, и в отношении этих милиционеров, которые по заверениям девушки так вот с ней поступили, и к ним тоже нужно соблюдать вот все, как бы, правила, ни в коем случае не вмешиваться, там, в личную жизнь, не обсуждать публично, ведь это, по сути, вмешательство. Дело в том, что это немного разные ситуации, здесь уже на виду, ну, понятно сразу, что это... Ну, просто в той ситуации многим тоже понятно сразу, понимаете, то есть... Ну, да, то есть, позиции все равно, конечно, разные, но я считаю, что это немного разные ситуации, потому что изнасилование и избиение... Ну, просто разная тяжесть преступлений, я понял. Да, разные вещи, хотя я считаю, что вообще, как бы, презумпция невиновности, она для всех существует... Одинаковая. ...даже для самых, наверное, матерых преступлений. Ну, ясно. Ну, и Чикатиль, в общем, адвокат тоже, в принципе, нужен, никуда не денешься. Понятно. Ну, последний вопрос, скажите, если это не секрет, то есть, ну, голосовали ли вы на последних выборах и за кого? Ну, имеется в виду, за какую парту, пусть не по персоналиям, там, а... Да, я голосовала... ...голосовала за коммунистов. За коммунистов, да? Вместе с родителями. Ну, а довольны вашим, как бы, вот, выбором? Ну, честно, не очень довольны. А почему? Ну, к сожалению, они тоже не оправдывали. Не оправдали, да? Да. Наших доверий. Угу. Ну, будем надеяться, что появится все-таки у нас такая политическая сила, за которую... Которую можно будет поверить. ...не стыдно голосовать. ...не стыдно голосовать. ...не стыдно голосовать. Продолжение следует...